Сегодня в Саратовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Алешины Арины Павловны на решение Энгельского районного суда по иску по защите чести и достоинства. В удовлетворении жалобы нам было отказано. Мы полагаем, решение незаконное, необоснованное, не совсем понятное для нас. В ходе рассмотрения дела суд отказал нам в назначении лингвистической экспертизы, хотя такое ходатайство нами заявлялось в суде первой инстанции. Почему заявлялось? Потому что суд перед заседанием разъяснил право стороны истеца и ответчика в назначении этой экспертизы. Мы своим правом воспользовались и в суде первой инстанции, но нам отказали, заявили ходатайство в суде апелляционной инстанции, на что суд сказал, для каких целей вы сейчас хотите назначать эту экспертизу, если в рамках дела уже имеется исследование, которое вы не освариваете и заложено в основу решения. Но мы пояснили, что мы считаем, что есть необходимость назначения для лингвистической экспертизы отказа в назначении лингвистической экспертизы. Считаем, что решение незаконно, необоснованное. Конечно, те, кто это решение опубликуют, мы получим его, почитаем, потом обжалуют в суде к дистанции. А вы вот как оцениваете? Ну, я, наверное, шла сюда без иллюзий, абсолютно была уверена, что так и будет, потому что обычная практика, когда ты простой человек, идешь против системы, то решение, естественно, не в пользу людей. Поэтому здесь я пойду в любом случае до конечного результата, потому что отстаиваю интересы не свои личные, а многодетных семей. И сейчас, в год семьи, и последним событием, да, вообще-то, что предшествовало всем, всей этой ситуации, которую мы сегодня здесь рассматриваем, это мои высказывания в части того, что происходит в земельном участке, которые нет, но мы вчера с вами все читали, что думает по этому поводу генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, что говорит президент о многодетных семьях. Ну, вот мы видим, что и как заботятся о нас здесь, в Саратовской области. То есть просто принести извинения никому не захотелось, потому что это выше их понимания или слишком высоки, так сказать, должности, чтобы приносить перед нами какими-то людьми свои извинения. Поэтому идем дальше, смотрим, верим в то, что все-таки у нас судебная система справедливая, поэтому ждем, идем в касацию. Ждем. Еще хотелось бы добавить, что, в общем-то, в суд первой инстанции было представлено лингвистическое заключение, да, лингвистическая экспертиза, и она установила, что все-таки честь и достоинство Ирины Павловны она затронута. И на сайте статьи есть высказывания, которые содержатся в форме негативных высказываний, в форме утверждения. Поэтому полагаем, что, основываясь на этом заключении, мы пришли в суд, полагали, что найдем судебную защиту. Но, к сожалению, этого пока не случилось. Будем добиваться.